здравствуйте на канале экзогет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня у нас такой практический вопрос из области уже собственно духовной жизни что такое прелесть и как в нее не впасть слово прелесть на церковном языке обозначает совсем не то что оно обозначает современной жизни в современном русском языке мы пользуемся обычно словом прелесть во вполне позитивном положительном смысле что за прелесть эти цветы какой прелестный ребенок какая прелестная девушка то есть мы не вкладываем в это слово того изначального смысла даже изначального и в бытовом смысле и духовного смысла которое это слово содержит корнем слова прелесть является слово лесть лесть то есть обман то есть ложь и в этом отношении прелестить человека или прелестный человек это тот кто обманом обещая тебе что-то заманивает тебя в какую-то беду в какую-то погибели в этом смысле человек прельщенный это человек обманутый человек находящийся в прелести есть такой термин в духовном слово обращение этот человек находится в прелести могут сказать православные люди что это значит это значит что человек мнит себя живущим духовной жизнью мнит себя имеющие какие-то дарования от бога мнит себя имеющим какие-то духовные мистические переживания какое-то общение с богом и на самом деле это состояние обманчивое это состояние когда дьявол бесы этого человека прельстили и либо если это чисто духовный опыт буквально общение с собой то есть с бесами представляют так что человек думает что он общается с богом либо она это достаточно редкий случай прелести он встречается чаще в житиях святых либо человек за духовные переживания вот это наиболее распространенный случай принимает какие-то переживания душевные действительно многие люди особенно люди далекие от церкви попадая в храм или сталкиваясь духовной реальностью переживают очень сильные чувства человек может попав храм начать плакать он может чувствовать присутствие божие ощущать благодать святого места ощущать какие-то серьезные переживания от паломнической поездки от прикосновения к святыне к мощам и это нормально это не является прелестью господь часто людям далеким от себя вот по каким по по внешней по крайней мере жизни но в простоте своего сердца попадающие непосредственно в близость господа дает эти переживания это так называющая призыв так называемая призывающая благодать когда человек сам не имея никаких собственно ни подвигов ни достижений часто даже не имеющий богоугодной чистой жизни он сподобляется видеть чувствовать и ощущать присутствие божие действия благодати человек может прочитать молитву просто постоять перед иконой и исполнится радости умиления будет понимать и чувствовать и переживать что его молитва услышана и то есть вот это будет проявляться и в его сердечных переживаниях и в обстоятельствах жизни и это хорошо здорово и нормально но для многих и многих людей после того как действия призывающие благодати ослабевает или прекращается человеку требуется собственное усилие многие люди начинают переживать и страдать от того что этого нет в жизни я молюсь и ничего не происходит я не чувствую ответа от бога я не понимаю почему я молюсь и бог не отвечает мне на мои молитвы я не ощущаю его присутствие я теряю веру это тоже достаточно часто встречающиеся состояние для многих христиан и человек пытается вернуть себе эти переживания это может происходить разными способами человек может усугубить свои молитвы может начать строго поститься может начать он может начать читать многочасовые правила акафисты псалтырь священное писание таким образом как бы пытаясь склонить милость божию к себе какими-то духовными подвигами вот здесь возникает опасность того самого состояния которое именуется прелестью потому что очень часто отличить что с тобой происходит то ли это просто некое движение твоей крови как говорили древние какие-то душевные переживания то ли ты просто там перемолился и поэтому теперь у тебя какие-то видения возникают тебя или еще что то то что ты ощущаешь чувствуешь и переживаешь уже как ответ на твой подвиг может быть либо действительно ответом от бога либо это может быть состоянием прелести и здесь очень важен совет духовно опытного человека который этот путь проходил сам первый самый простой путь это просто если вы действительно живете такой насыщенный интенсивной духовной жизнью испытываете какие-то переживания которые считаете духовными попробуйте посоветоваться с просто вашим приходским священником большинство батюшек она сможет просто если вы находитесь в прелестном состоянии вам об этом сказать потому что есть определенные внешние признаки которые сам человек заметить не может но которые со стороны вполне могут быть заметны но например одним из таких ярчайших проявлений именно прелестного состояния все-таки прелесть корнем своим имеет отсутствие смирения перед богом и гордыню или тщеславие если человек тщеславит со своими подвигами рассказывает о них например кому не попадя или например он гордиться а гордость проявляется осуждением если вы исполнены осуждение если вы считаете себя выше лучше чище других людей тем более если это проявляется вовне что видно со стороны духовно опытному человеку есть еще целый ряд признаков по которым я сейчас подчеркиваю это таких грубых признаков по которым можно определить что те состояния которых вы находитесь являются все-таки прелестными состояниями они являются настоящим духовным опытом если же ваш приходской священник не может ответить вам на этот вопрос может быть имеет смысл поехать к духовно опытному человеку который сам этот путь молитвы поста каких-то может быть бдений серьезных проходит и посоветоваться с кем-то из монашествующих который может быть духовно опытных в каждом монастыре есть духовник и если он сам действительно человек опытный он может и вам подсказать что так или не так вашей молитве поможет отличить ваше состояние от ложное оно или истинное здесь просто важно не замыкаться в собственной гордыни не считать себя достигшим каких-то даров и это вот если отвечать напрямую на вопрос как не впасть в прелесть это смиряться и для обычного человека простой путь смирения это считать себя обычным не требовать от бога особого к себе отношения не ожидать особого к себе отношения со стороны других людей не думать что если вы теперь уже человек такой духовный то и другие должны вашу духовность признавать прислушиваться к вашему мнению как вы реагируете например когда люди не соглашаются с вашим мнением как вы реагируете на то когда вас обижают как вы реагируете на то когда вас в чем-то упрекают если спокойно то все хорошо если же вы начинаете переживать заводиться расстраиваться отвечать агрессивно это прямое свидетельство о горделиво тщеславном состоянии если вот это ваше состояние такое сопровождается еще и какими-то мистическими переживаниями то с очень высокой степени вероятности можно определить их как прелесть поэтому надо быть проще и в общении с другими людьми вообще не с богом это с божьей помощью поможет нам избегать подобных тяжелых состояний из которых уже самостоятельно довольно трудно выбраться поскольку человек как бы в себе имеет подтверждение что он угоден богу сам себе говорит ну как же вот господь со мной разговаривает я чувствую его присутствие значит я не могу заблуждаться значит все эти окружающие меня люди просто дураки не понимающие той милости божией которую он ко мне оказывает вот из этого состояния то есть состояние прелести выйти очень трудно да поможет нам в этом господь если вдруг не дай бог мы туда куда-то впадаем внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и